друзья всем привет с вами елена и вы на канале мой сад моя гордость сегодня мы будем вместе с вами черенковать королевскую пеларгонию и зональную герань не стала разные ролики снимать потому что в принципе принцип один и тот же вот приготовила я уже стаканчики грунт идет очень воздушный такой воздухопроникаемый проницаемый такой очень воздушный тут у меня идет универсальный грунт пополам на пополам с верховым торфом добавила я перелита и вермикулита то есть грунт должен дышать друзья вот такие стаканчики я приготовила 200 миллилитров вырезала там дренажное отверстие вот и как бы они у меня красотки цвели мне было их жалко конечно вот и решила я сегодня их прочеренковать конечно какие-то у меня тут еще цвет только набирают ну ладно набирает набирает нам главное сейчас взять череночки сформировать кустик и чтоб у нас на будущий год уже был хороший хороший я имею до уже весной был хороший посадочный материал то есть люди будут заказывать брать у меня эти герани и пеларгонии вот сейчас мы с вами приступим очень неудобно конечно катюшка в школе вот я сейчас сюда на виду будем брать череночки начнем с королевской пеларгонии вот она ведь у меня какая вымахала здоровая высокая и теперь мы ее будем сейчас резать с вами не жалейте чтоб она не была такой высокой чтоб нам красиво хорошо сформировать кустик нужно обрезать и мы будем сейчас с вами это делать вот так вот смотрите какую я ветку мощную отрезала просто мощная с нее получится множество множество череночков так но вот эти вот я вот так вот оставлю смотрите что у нас получилось и вот так вот я оставлю хотя можно еще вот этот взять череночек вот этот череночек я тоже возьму вот этот я тоже его возьму так вот так вот и вот что у нас получается череночки берем молоденькие вот эти которые уже одревенели их лучше друзья не брать лучше брать вот эти вот череночки которые идут уже вот от этого ствола вот эти вот будут уже хорошо хорошо у нас укореняться так пониже опущу вот так вот и будем с вами резать еще пониже все листочки нижние убираем вот так и я делаю косой косой срез сейчас покажу нож должен быть острый ни в коем случае не тупой нож я не обрабатываю главное чтобы он был чистый все так же делаю косой срез сейчас мы будем дальше цветочки убираем вот с этого кстати череночка можно сделать два череночка вот так вот получится два прекрасных череночка также сделали косой срез представьте сколько с одной пеларгонии можно сделать череночков посмотрите какие лапочки принципе можно даже попробовать вот эти вот маленькие малыши мы их тоже зачеренку им посмотрим что у нас получится вот они какие малышки сейчас мы оставим нашу пеларгонию королевскую на 15-20 минут чтобы у нас затянулись и ранки подсохли маленько и будем с вами сажать так вот затянулись и срезы и теперь мы будем сажать я вам еще раз говорю земля должна быть рыхлая вообще воздушная просто и берете вот так проталкиваете сюда герань и придавливаете вот таким образом никаким корневином я друзья не пользуюсь я имею ввиду что касается гераний и пеларгонии я пробовала с корневином и хочу сказать что не все черенки выживает потому что корневин герань не очень любит герань и пеларгонии не очень любят корневин и просто-напросто обжигают обжигают и потом половина практически начинает гнить сухой грунт заталкиваем мы череночки вот таким образом вот эти вот два маленьких маленьких малыша я попробую тоже все-таки посадить посажу их в один стаканчик может быть что-нибудь и получится но не получится не получится в один стаканчик их сюда прижиму и аккуратненько видите что мне алмазик сделал разгрыз уже уже не первая у меня спиринцовка который он мне разгрызает и аккуратненько поливаем прямо чуть-чуть чуть-чуть чтобы слегка был грунт влажный заливать не надо если мы зальем тоже наши череночки начнут загнивать очень удобно пользоваться спринцовкой уж точно не зальете не перельете все и вот наши королевские пеларгонии готовы я буду дальше конечно черенковать весь процесс я уже показывать не буду их очень много но вот на этом я вам показала и поставлю сейчас я под лампу но если нет у вас лампы можете просто поставить на окно где достаточно светло друзья вот никакой вакуум я друзья не делаю вот до этого у меня вот от этой же пеларгонии сломалась веточка кошка случайно обронила горшок он упал и сломалась веточка без всякого корневина друзья без всего просто воткнула и все друзья и они прекрасно прекрасно укоренились и так что оставайтесь со мной я вас всех люблю и до новых встреч пока пока